Здравствуйте! Это программа «Городские встречи» Место, где каждый может высказать свое мнение по тому или иному вопросу Меня зовут Максим Васильев, а эфир сегодня у нас особенным В гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Член Высшего Совета ЛДПР Александр Шерин, здравствуйте! Здравствуйте! И говорим мы сегодня о конфликте между администрацией Рязани и Номрезанской ТЭЦ Александр Николаевич, вам не кажется, что странная ситуация? Мне эта ситуация кажется странной только потому, что договор, о котором идет речь, заключен, на мой взгляд, однобоко Этот договор не представляет интересов жителей города Рязани, муниципалитета Я имею в виду договор сдачи в аренду муниципального имущества на 49 лет юридическому лицу ООО «Новорязанская ТЭЦ» 10 февраля вами был отправлен депутатский запрос на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова ТЭДИСНО, на какие основные моменты вы обращаете внимание? Давайте я расскажу немного предысторию Сразу хочу сказать, Максим, чтобы вы знали вот такую примету, так как мы с вами люди публичные, вы занимаетесь журналистикой, я политикой Если олигарх, живущий со своей семьей в Лондоне, заказывает на вас грязный компрометирующий материал продажному журналисту, то значит вы на верном пути Поэтому я считаю, что та работа, которую мы проводили с нашими коллегами фракции ЛДПР в Рязанской городской думе, в Рязанской областной думе, она дает свои плоды Рязанцы знают, что долгие годы мне приходилось как депутату работать самостоятельно, потому что у меня не было такой мощной и сильной команды Теперь, слава богу, благодаря поддержке рязанцев, партия ЛДПР последние выборы уступает только Единой России Мы заняли второе место и в Рязанской городской думе, и в Рязанской областной думе И у нас появилась очень мощная фракция В Рязанской городской думе у нас сильная команда, руководитель регионального отделения ЛДПР Дмитрий Владимирович Панкин является заместителем председателя Рязанской городской думы И мои коллеги мне помогают заниматься теми вопросами, которые я безуспешно поднимал несколько лет тому назад И по поводу Новорязанской ТЭЦ мной неоднократно направлялись запросы до этого И в бытность мою депутатом Рязанской областной думы и сейчас, как депутат Государственной думы Я постоянно слышу упреки наших граждан, жителей города Рязани в том, что в нашем городе очень дорогие тарифы На свет, на тепло, на капитальный ремонт И я, соответственно, направляю депутатские запросы прокурору Рязанской области, губернатору Рязанской области, в администрацию города Рязани Но зачастую получаю просто-напросто отписки Я, соответственно, направил депутатский запрос и в прокуратуру, и, соответственно, на имя главы администрации города Рязани Чтобы мне дали пояснение, почему в нашем городе такие дорогие тарифы на тепло Причем я направил депутатский запрос и по Новорязанской ТЭЦ Я направил депутатский запрос по МУП РМПТС, это муниципальное унитарное предприятие Так вот, по поводу МУП РМПТС никаких возмущений нет в СМИ Нет возмущений со стороны так называемых блогеров А вот по поводу коммерческой организации ООН Новорязанская ТЭЦ возмущений очень много И я понимаю, что, скорее всего, те люди, которые стоят за этой организацией, они имеют возможность оплачивать хороших юристов Которые составляли тот самый договор И мне кажется, что договор, который был заключен на 49 лет, он заключен не в интересах города Рязани Как вы считаете, ощущение создается, что либо это провал юридической службы, которая его составляла, либо здесь какой-то элемент ангажированности? Нет, у меня есть абсолютная уверенность в том, что я хочу этот вопрос проверить И в связи с этим мною уже подготовлен и направляется запрос прокурора Рязанской области С просьбой провести проверку в отношении должностных лиц города Рязани, администрации города Рязани Которые принимали решение на таких условиях заключить договор аренды муниципального имущества Был заключен договор на 49 лет И Новорязанский ОТЭЦ как генерирующая компания, которая обеспечивает около 60% города Рязани энергии То есть мы потенциально рязанцы платим этой компании Эта компания зарабатывает на Рязани деньги Правда, юридическое лицо официально зарегистрировано в Республике Татарстан в Казани Не знаю, с какой целью это сделано Это был 2005 год, да? Да, с 2005, ну юридическое лицо зарегистрировано с 2004 года, в 2005 году был заключен договор аренды И правда ни у кого вопрос не возникает По Калужским возникает вопрос, по Ростовским возникает вопрос Но по поводу того, что Новорязанский ОТЭЦ почему-то зарегистрировано не в Рязани, а в Казани Хотя зарабатывает в Рязани деньги, не возникает Так вот, основным, конечно, поставщиком мощностей для рязанского нефтеперерабатывающего завода является Новорязанский ОТЭЦ в том числе И, конечно, самый главный агрегат, ради чего все это строилось, это, конечно же, турбина Которая и дает ту самую энергию Так вот, удивительная вещь произошла После того, как администрация города Рязани начала заниматься этим вопросом, распоряжаться Доблестное большинство Рязанской городской думи приняло решение о плане приватизации данного имущества И в план приватизации попала в том числе и эта турбина, которая на тот момент уже находилась в аренде ООН Новорязанский ОТЭЦ Я почему слово аренда повторяю? Для того, чтобы всем было понятно Администрация города ни у кого ничего, извините, не отжимает Новорязанский ОТЭЦ как объект пока еще является нашей с вами народной собственностью Это муниципальная собственность, которую кто-то, и я хочу, чтобы прокуратура проверила, почему-то на таких условиях сдал в аренду аж на 49 лет Причем по условиям договора аренды, арендатор, то есть коммерческое лицо, которое извлекает выгоду, самостоятельно может принимать решение, от какого объекта он отказывается То есть вот это здание мне не нравится, я его больше у вас не арендую и, соответственно, не плачу за это арендную плату Вот это здание не нравится, да, и таким образом 176 объектов выведено Абсолютно верно, от 176 объектов отказался арендатор, соответственно, он перестал за них платить арендную плату Но ведь объект был передан в аренду не как полностью объект, а грамотные, хорошо оплачиваемые юристы это разбили на различные лоты Да, по объекту, так вот я к турбине хочу вернуться Естественно, для того, чтобы продать турбину, необходимо организовать торги, аукцион Торги не могут, как и выборы, состояться, если в них принимает участие, ну, меньше двух человек, да, то есть нет выбора То есть две компании заявились на эти торги для приобретения турбины, которую уже арендует у муниципалитета ООН «Новорязанская ТЭЦ» И, естественно, среди этих участников была сама ООН «Новорязанская ТЭЦ» И стартовая стоимость этой турбины составляла ту же самую сумму, по которой ее, в принципе, и купили То есть стартовая стоимость лота, все это официально, это из материалов прокурорских проверок Я материалы все, как депутат Государственной Думы запросил, имею на руках Вот стартовая стоимость составляла 2 миллиона 406 тысяч 951 рубли Вот можно купить, наверное, поддержанный джип иномарку по такой цене А кто-то может себе приобрести турбину, которая вырабатывает энергию За это люди получают сотни миллионов рублей Были проведены торги И конечная стоимость, по которой все-таки была эта продана турбина 2 миллиона 406 тысяч 951 рубль Ну, хотя бы тысячу рублей докинули бы ради приличия Получается, по моей логике, что второй участник торгов должен был предлагать сумму меньше, чем стартовая Потому что, и, соответственно, никто в этом не увидел никаких нарушений Мы же не против того, чтобы юридическое лицо с целью извлечения прибыли А бизнесмены все берут только тот бизнес, который приносит им выгоду, а не убыль Да, все же хотят заниматься платными парковками, как Ростелеком Да, все хотят заниматься эвакуаторами Чтобы ничего не производить, но просто с кого-то собирать деньги А особенно, когда ты платишь арендную плату На протяжении, вот, допустим, с 2012-го я запросил информацию По 2019-й год По 2020-й год, извините ООН «Новорязанский ответ» с бюджету города Рязани заплатило 207 миллионов рублей 207 миллионов рублей всего Ну, получается, за 2012-й год 30 миллионов рублей 2013-й – 52 миллиона рублей, что-то их понесло В 2014-й опять они вернулись к 38 миллионам рублей В 2018-й год – 24 миллиона рублей То есть, представьте себе, можно арендовать, оказывается, «Новорязанскую ТЭЦ» По цене около 2 миллионов рублей в месяц Более того, в 2016-м году не было вообще Да, все прекрасно, ноль, ноль Потому что есть условия договора Поэтому, когда в администрацию города приходят люди, которые умеют читать документы и разбираются в цифрах И они, соответственно, начинают задаваться вопросом А почему мощности, которые находятся в собственности муниципалитета города Рязани Так мало дают денег рязанцам? Вот, примерно, вопрос такой же возникает по поводу наших платных парковок В Рязанце заметили, что несколько лет тому назад они могли на улице города Рязани парковать автомобили бесплатно А теперь появились паркоматы Какая-то добросовестная организация Все, что она сделала, поставила паркоматы И начертила белые линии, значит, на тех местах, где люди должны ставить автомобили И взимают плату за это И сейчас все эти места становятся не местами для парковок, а местом для хранения снега Соответственно, проезжая часть сужается Машины парковать негде Начинают парковать машины, где попало И образуются пробки в городе Рязани Начинаем разбираться с моими коллегами в Рязанской городской думе Оказывается, администрация города Рязани заключила, опять же, договор Сдачи в аренду всех этих площадей для Ростелекома Они собирают денежки за это с рязанцев И 90% забирают себе, и только 10% отдают в бюджет города Рязани То есть, весь бюджет города Рязани за платные парковки получает 10% А юридическая коммерческая организация получает 90% Друзья мои, вы услышите меня внимательно, пожалуйста, дорогие мои друзья Когда я называю цифры, которые заплатили в бюджет города Рязани Вы можете сказать, большая это цифра или маленькая, это другой вопрос Но ведь юридическое лицо, которое анализует у Рязани, ново-рязанскую ТЭЦ За период действия договоров аренды, арендатор взыскал с администрации города Рязани 90 миллионов рублей Платы за создание неоделимых улучшений То есть, они, конечно, что-то побелили, поштукатурили, может быть, что-то пристроили И приходят к администрации города Рязани и говорят А вы возьмите денежки рязанцев из бюджета города Рязани И нам за то, что мы на территории ново-рязанской ТЭЦ что-то построили Вы нам, пожалуйста, их возместите И когда мы берем, отнимаем сумму, которую город Рязань возместил юридическому лицу И ту сумму, которую он нам заплатил, это ООО «Новорязанская ТЭЦ» То возникает очень парадоксальная ситуация А что из этого имеет город Рязань? Вот когда говорят про муниципальные унитарные предприятия МУП РМПТС Согласен, могут быть к ним вопросы Но я могу, как депутат Государственной Думы, зайти в это учреждение Я могу направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет И мои депутаты, мои коллеги от фракции ЛДПР в Рязанской городской думе могут всегда спросить Но когда речь идет о коммерческой организации Это же закрытые учреждения Здесь не проверяйте, здесь не трожьте Если как кто-то начинает этот вопрос поднимать Все начинают кричать Душат честный бизнес Отжимают честный бизнес Послушайте У нас все, что было построено в советское время на народные деньги В конце 90-х Рязань прекрасно это знает и понимает Кто-то стал очень эффективным менеджером У фракции ЛДПР в Рязанской городской думе И у меня, как у депутата Госдумы Которого направили рязанцы в Государственную думу Чтобы в рамках парламентского контроля соблюдать их интересы Позиция одна Все, что находится в муниципалитете, должно оставаться в собственности муниципалитета Когда говорят, что государство неэффективный собственник А вот бизнес это эффективный собственник Я что-то не вижу бизнес, который выстроился в очередь для того, чтобы взять на баланс какую-нибудь школу, детский сад, больницу отремонтировать Всем подавай нефтезавод, новорязанскую ТЭЦ Какое-нибудь крупное промышленное предприятие А вот теплосети, которые ржавеют, которые нужно менять На которые надо тратить деньги Это, пожалуйста, пусть у муниципалитета остается Так вот, новорязанская ТЭЦ, она вообще-то находится в оперативном ведении муниципального унитарного предприятия РМПТ Там не может быть конфликта И когда я слышу чушь, что якобы администрация города Рязани платит взятку депутату Государственной думы За то, что он пытается народу его имущество вернуть Это полный бред Это полнейший бред, который просто возмущает Не нравится вам условия, на которых вы арендуете у города Рязани, расторгаете Но, значит, бизнес все устраивает А администрация города Рязани говорит Нас не устраивает цена, по которой была продана турбина Потому что если, как вот научным путем, простым проверить, взять независимую экспертизу Пусть независимые эксперты оценят, сколько эта турбина стоит Но любой здравомыслящий человек может понять, что не может турбина, генерирующая энергию, стоить 2,5 миллиона То есть это просто по цене металлолома Второй вопрос Администрация города Рязани говорит Пожалуйста, арендуйте предприятие Новорязанский ОТЭЦ Но платите в бюджет города Рязани Ту арендную плату, которая должна соответствовать тому предприятию, которое вы арендуете Пусть эффективные менеджеры занимаются ООН Новорязанский ОТЭЦ Потому что это собственность нашего города Она находится в аренде у юридического лица, которое зарегистрировано в республике Татарстан в Казани Пусть они зарабатывают деньги Пусть они позволяют себе роскошь Но вы городу Рязани платите хорошую арендную плату Вы имущество, которое выкупаете у муниципалитета Платите за него достойные деньги То есть сегодня для того, чтобы расторгнуть этот договор Он будет в любом случае не в пользу администрации Потому что у нас все коммерческие организации Которые заключают договор аренды на то или иное имущество с администрацией города Рязани С ними договор практически расторгнуть нельзя Что даже если эти условия не выполняются в пользу жителей нашего города И администрация пожелает их расторгнуть То она обязана будет заплатить сотни миллионов штрафов и неустоек То есть вот это все в договорах прописано Поэтому это можно расторгнуть только в судебном порядке И администрация города Рязани просит прокурора области Я прошу, я депутатские запросы направляю Проведите проверку Если закон нарушен То соответственно примите меры Возмутительный случай еще один я хочу привести Это попытка манипулировать Через угрозы отключения города от тепла Это вообще как? Направляется письмо В администрацию города Рязани Мол Будем вас немножечко воспитывать Между строк написано Будем приостанавливать подачу тепловой энергии Соответственно администрация Куда она может обратиться? В федеральную антимонопольную службу ФАС Выносит представление Административный штраф 200 тысяч рублей Слушайте, что такое 200 тысяч рублей Для предприятия, которое зарабатывает сотни миллионов рублей На рязанцах, еще раз повторюсь На предприятиях, которые находятся в Рязани И вот все вот эти неотделимые условия Улучшения, неотделимые улучшения За которые взыскивают с администрации города Рязани Они уже по договору заложены в тариф То есть в тепловую энергию Которая заложена Стоимость, выпускаемая с Новорязанской ТЭЦ Туда уже заложены затраты На текущий капитальный ремонт Но сначала взимают деньги За тепло В которое вложены затраты на текущий капитальный ремонт Потом проводят этот текущий капитальный ремонт Потом в судебном порядке Выставляют рязанцам Через администрацию города Рязани счета И около сотни миллионов обратно из рязанцев Эти денежки и вынимают Когда нам Владимир Вольфович Жириновский На фракции ставит задачу разобраться Что там происходит в Рязани или в Тамбове То я понимаю, что это мои регионы Я должен разобраться Если Владимир Вольфович через месяц задаст вопрос Что было сделано То соответственно мне нельзя будет ответить, что я забыл Если президент России 17 декабря 2020 года На всю страну говорит Я поручу разобраться Я не знаю, что там в этой ситуации То я как депутат Государственной Думы Считаю, что это сигнал моих действий И администрация Рязани на мой депутатский запрос Присылает мне ответ Где администрация все четко и ясно расписывает И в конце администрации Рязани Меня депутата Государственной Думы Просят Уважаемый Александр Николаевич В связи с риском утраты муниципального имущества Просим вас взять на депутатский контроль Направить запросы в различные организации Помочь нам администрации города Рязани Вернуть в муниципальную собственность То, что сегодня за копейки сдается на 49 лет Я смотрю обсуждения в СМИ То есть людей реально что ли ввели в заблуждение То есть у меня вопрос Рязанцы, вы за то, чтобы наши объекты Которые обеспечивают Рязань теплом, электричеством, водой Надо раздать в аренду коммерческим организациям А если администрация города Рязани будет с них что-то требовать Чтобы они там понизили плату Может быть стали больше платить аренду То их соответственно надо будет смешать с грязью Назвать их бандитами Депутатам, которые будут этим вопросом заниматься Надо будет назвать купленными и коррумпированные И все во всем успокоятся У нас тогда никогда в нашей стране Особенно в нашем городе Мы не сможем добиться понижения тарифов На услуги ЖКХ Вот и все Что помимо депутатского запроса Можно еще сделать? Вот как вы считаете? Тут только суд может решить, да? Ну в данной ситуации вопрос настолько запущен Я естественно направив депутатские запросы Буду выступать с трибуны Государственной Думы С протокольным поручением Я уже направил запрос в Министерство энергетики Российской Федерации Для того, чтобы они провели проверку Почему администрация города Рязани На невыгодных условиях сдала в аренду генерирующие мощности Вообще как к этому относится Минэнерго Хотя я знаю, что от Минэнерго уже есть отрицательное заключение Прокурор Рязанской области указывает на нарушение закона Минэнерго дает отрицательное заключение И дальше что? В интересах всех жителей Рязани Прокурор Рязанской области может подать в суд И тогда в судебном порядке Можно будет пересмотреть все эти подписанные документы договора У нас на следующей неделе будет выступать С отчетом председатель правительства Российской Федерации Я буду задавать вопрос правительству Российской Федерации Какие были предприняты действия На основании тех ответов Которые давал нашим журналистам Президент России Владимир Владимирович Путин То есть 17 декабря президент сказал Я поручу своим коллегам разобраться Услышали ли эти коллеги, разобрались Или будут разбираться только с теми, кто начал разбираться Я вот этот вопрос хочу А что делать с информационной войной Которая развязана Каждый человек У которого достаточное количество знаний Достаточное количество желаний Получить достоверную информацию Он и всегда получит Кто-то прочитает тот или иной телеграм-канал Кто-то посмотрит расследование какого-нибудь журналиста Кто-то послушает меня Кто-то посмотрит другие телеканалы Кто-то посмотрит телеканал город Хотя я всем советую смотреть только телеканал город Из наших независимых СМИ Кто-то прочитает какие-то наши газеты рязанские И вот об одном и том же Человек получит информацию из различных источников И сделает самостоятельно свой вывод Есть документы, есть факты Я же основываюсь не теми публикациями Которые выдергиваются из соцсетей Я основываюсь на тех ответах Которые я получаю Как депутат Государственной Думы Мне ни один чиновник не имеет права Дать недостоверную информацию Это уголовно наказуемые деяния Если депутат Государственной Думы Просят дать информацию Сколько Новорязанский ответ заплатил А то мне эту информацию дают По каждому году 207 миллионов с 2012 по 2020 год За 8 лет Я прекрасно понимаю Чем нам придется заниматься Наши фракции ЛДПР Но у нас другого пути нет И вы готовы? Мы готовы, потому что Мы должны оправдать доверие Наших избирателей Мы это рязанцам обещали Что мы никому не будем позволять На них зарабатывать Их обманывать Будем надеяться, что эта ситуация Все-таки разрешится Это были городские встречи У нас в гостях был депутат Государственной Думы Российской Федерации И член высшего совета ЛДПР Александр Шерин Спасибо за участие Спасибо Оставайтесь с нами Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова